Девушки отдыхают Кинопикник 2019 И сегодня мы узнаем о планах на ближайший 2020 год у звезд этой премии Канал TVM Channel, поздравляю с Новым Годом, желаю всего самого-самого наилучшего и главное любви Собственно говоря, актерская карьера, особенно под Новый Год, она устраивает вот такие сказочные сюрпризы, к которым надо всегда быть готовым, потому что мы актеры, мы этому учились Мы, собственно говоря, люди такие, скажем так, подневольные и универсальные Где будете праздновать Новый Год? Уже определились? Я люблю праздновать Новый Год в кругу семьи И даже если мы куда-то выбираемся на лыжах покататься, например, это все равно именно семейное торжество И мы тогда собираемся большой компанией И никогда не было ни одного Нового Года, чтобы мы праздновали Брось В эфире TVM Channel и с вами Алексей Зардинов Друзья мои, скоро Новый Год, я вас поздравляю с этим замечательным, самым веселым праздником на земле Потому что лучше и веселее праздника нет С Новым Годом, друзья, с новым счастьем Желаю всего самого доброго Я желаю от души телезрителям канала TVM Channel Прекрасно встретить Новый Год, завершить дела в уходящем году Загадать много-много желаний И пусть они обязательно сбудутся А мы встретимся с вами на экране От души вам желаю здоровья, счастья, любви и семейной гармонии Спасибо Как продвинуться молодому поколению? Во-первых, мое отношение к молодому поколению настолько яркое, положительное У меня очень много... Дружу парни, девушки Я восторгаюсь ими, они мои друзья И много где бываем вместе И я отмечаю, что сейчас наши парни и девушки такие образованные, понимаешь, технически особенно Что касается русского языка, так сказать, тут очень много огрехов, конечно Сейчас никто не соблюдает этих норм Ну, мы работали и жили в очень такое время строгое, Советский Союз Тем более телевидение мы выходили на всю страну Поэтому с нас был очень большой спрос, понимаешь? Входя в каждый дом, мы должны были быть очень хорошо причесаны, одеты, с хорошими мыслями в голове Общались со зрителями, как говорили нам, вы гость в каждом доме Также и сейчас блогеры и все вот вы, кто осваивает это, то же самое Все-таки надо оставаться человеком таким светлым, хорошим, радостным Любить себя, людей, окружающих, уважать их, понимаешь? Родители, дети, наступает Новый год И, конечно, хотелось бы пожелать всем вам, чтобы все мы, вы были живы, были здоровы Чтобы жизнь наша была интересной Чтобы интересные друзья встречались вам на пути Чтобы вы делали хорошие и нужные дела И чтобы семья, мама, папа, ребенок, чтобы были всегда вместе Одним словом, дорогие друзья, счастливого Нового года! Здравствуйте, ребята, а также их родители! Мы рады приветствовать вас на телеканале «Мир глазами ребенка» Друзья, сегодня в этой телепрограмме вы увидите множество интервью С известными киноактерами и актрисами На этом кинопикнике мы дарим билеты для людей, которые очень любят театр На наше мероприятие от театра «Лемонт», которое пройдет в новотель «Москвау Сити» С 21 декабря по 7 января Подписывайтесь на инстаграм телеканала Ставьте плюс И вас ждет отличное представление Добро пожаловать на кинопоказ! Вы знаете, надо ставить большие задачи перед собой Тогда многое сбудется Иногда говорят, не надо думать и мечтать о несбыточном Надо, тогда несбыточное сбудется Вы знаете, я думаю, что никогда не надо оглядываться назад Потому что сзади все в прошлом, все без изменений Нужно только смотреть вперед И тогда есть шанс, что ты увидишь что-то новое, интересное И сделаешь сам что-нибудь Новый год – это один из чудесных праздников Поэтому пусть чудеса в вашей жизни сбываются Дорогие зрители, особенно те, чей год наступает? Крыски! Я очень надеюсь, что нам в этом году повезет Ну прямо советую верить в то, что это наш год И он принесет нам очень много удачи Удачи во всем Я заговорила о вот той самой счастливой волне На которую надо попасть И чтобы чувствовать себя очень там комфортно Счастливо, вот именно счастливо Боже мой, так же хочется верить в сказку Так хочется, чтобы эти мечты сбывались Я вам этого желаю Скажите, пожалуйста, что у вас нового происходит в жизни? Новые проекты, новые роли Расскажите подробнее Да, ну у меня главная моя жизнь – это мой театр Театр у меня Маяковского И там, сейчас у меня новых работ нет Но я очень много играю И самое для меня главное приятное, что я играю два спектакля со своей внучкой Островского «Бешеные деньги» и «Талантные поклонники» А в кино у меня очень много Должна вот скоро выйти Картина, которую я очень жду Я снималась в этом году на лет-фильме Это рабочее название «Золотые соседи» И там изумительный состав актеров Там и Лилия Хиджакова, и Миша Боярский И Стругачев, Семен, ваш покорный слуга Там вообще замечательный такой актерский состав И сейчас снимаюсь у молодой режиссёрши Маши Шалаева Картина называется «Синдром жизни» Может, она будет по-другому называться Тоже у меня там довольно большая роль Драматическая В том фильме комедийная, здесь драматическая Так что я в работе всё время Новый год связан в любом случае с кино Потому что я родилась, как говорили мамы с папой, на киношной площадке Потому что мама – звукооператор, папа – кинорежиссёр, брат – кинооператор И вся моя жизнь связана с кино и с театром Если кто-то решил себя или девочкой, или мальчиком пойти в искусство И отдать себя служению театра или кино То, конечно, это надо, во-первых, очень любить А потом понимать, что это очень большая жертва Это нужно пожертвовать очень многим И если ты это любишь и без этого жить не можешь То тебе потом всё это оплатится сторицей Дорогие телезрители канала «Мир глазами ребёнка» Я вас поздравляю с наступающим Новым годом Надеюсь на то, что он будет счастливым Что принесёт тебе много радости и здоровья И всяких сбывшихся мечтаний Будьте счастливы И всего-всего вам самого наилучшего В Голливуде стараются закрывать все основные съёмки С спецэффектами, с 25-м кадром и всё такое А здесь у нас более натурально снимают Более практично снимают, которые востребованы Если взять, например, фильм В фильме Бондарчука, Михалкова Ну это по сравнению с голливудскими фильмами Поверьте мне, шедевр У нас сегодня такое шикарное мероприятие Приуроченное к Международному дню кино Вы сами видите, какие люди к нам сегодня приехали в гости Несмотря на то, что у нас вся Рублёвка стоит Новая Рига аварии Люди всё равно добрались в это потрясающее место Пикник Поэтому кино-пикник можно сказать сегодня, что он удался Знаменитые актёры, режиссёры, продюсеры, общественные дети Ну и также у нас фон Гоша Куценко, 10 лет, он тоже сегодня здесь Празднует вместе с нами, очень много меценатов, партнёров Сергей Рублёв, наш ведущий Уже немножко вспотел, потому что работает, работает Серёженька, слушай, ну по-моему хороший градус такой, да, вот мероприятие Градус не просто замечательный, да Хотя вот ты правильно сказала, что Рублёвка, Новая Рига стоит Но у нас столько народных артистов, столько актёров Гениальный Немаляева, Сотникова, Яковлева, ну все у нас А всё почему? Всё потому, что широкие сердца, большие, глубокие души, сердца, которые все хотят помочь трем фондам, правильно? Три фонда Фонд Матушки Ефросини, у нас фонд Жизнь ДЦП Гоши Куценко и фонд Мотомилосердия Мы помогаем больницам, Душинская больница, больница Алексия, подарками для деток Поэтому и мы помогаем, помогают люди, которые сегодня пришли на наше мероприятие И спасибо им большое Потому что сбор средств, конечно, у нас идёт сбор средств, помощи деткам с ДЦП, слепоглухонемым деткам и деткам больницы Душинской Давайте быть немножко добрее, давайте немножко сердцами откроемся и будем максимально быть открытыми и душевными И тогда в наших сердцах тоже всё зажжётся Мне хочется сказать всем, что я поздравляю всех абсолютно с Международным Днём Кино Аксёров, режиссёров, продюсеров, всех тех причастных, которые, может быть, и не появляются в кадре, но они за кадром Это операторы Всех вас мы любим, мы вас ценим Мы знаем, что без вас не было бы кино Спасибо всем А кино – это всё, что для нас является, как говорил Владимир Ильич Ленин Самым главным из искусств для нас является кино, друзья Спасибо Спасибо вашему каналу за то, что поддерживаете наше такое светлое, чистое, тёплое, душевное мероприятие С вами была я, Настя Годунова До новых встреч в эфире Субтитры подогнал «Симон»